Всем привет! Мы все слышали о вреде водоотталкивающих покрытий, в частности, тефлона. Это то, чем покрыта наша сковородка и другая антипригарная посуда. Насколько серьезна эта проблема? Стоит ли сейчас же бежать менять все сковородки? Или опять СМИ, да всякие зеленые правозащитники преувеличивают, ловят хайп? Спойлер! Беспокоиться, к сожалению, есть о чем. Сегодня я хотела бы вам рассказать о вреде тефлона, как вообще его стали массово производить и какие последствия это имело. И самое главное, что со всем этим делать? Кстати, на эту тему в 2019 году даже сняли художественный фильм «Темные воды». Фильм снят по реальным событиям, рекомендую посмотреть. Но если лишних пару часов свободного времени просто нет, то наш сегодняшний ролик кратко передаст основную суть фильма. Также в фильме вы найдете только изложение событий. В нашем же ролике мы предлагаем вам анализ причин происходящего, выводы и пути решения. Короче, мои дорогие отчаянные домохозяйки, речь сегодня пойдет не просто про сковородки. С вами канал ТОДЛЕФТ. Поехали! Итак, если у вас вдруг тефлоновая сковорода, то знайте, что при нагревании тефлон выделяет перфтероктановую кислоту или ПФОК. ПФОК – это химическое соединение, полученное искусственным путем. Оно не разлагается. И если вещество попадает в кровь, то оно там остается навсегда. В 2009 году Американское агентство по защите окружающей среды установило ограничение по содержанию ПФОК в питьевой воде. 0,4 микрограмм на литр воды. А в 2016 году это ограничение официально закрепили. Почему вдруг использование ПФОК стали ограничивать? Почему именно сейчас? Почему на них готовили чуть ли не полвека, а теперь зачесались? Сейчас все расскажу. А вы пока не забудьте подписаться на наш канал и поставить колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. Также предлагаю вам заглянуть в телеграм-канал RedInform. Ссылка будет в описании. Там много всего интересного и есть чат. Ну а мы продолжаем. Есть такой гигант химической промышленности, американская компания DuPont. Так вот, они почти 70 лет назад, в 1951 году, начали закупать ПФОК у другой химической корпорации M3 и использовать его для изготовления тефлона. Именно за счет ПФОК тефлон получил свое антипригарное свойство. Тефлоновые антипригарные сковородки стали лучшими подружками домохозяек и появились в каждом доме. А DuPont зарабатывал по миллиарду долларов ежегодно. Прям все выигрыши, скажете вы, но нет. Разумеется, в то время ПФОК не был признан правительством США как вредное вещество и никак не ограничивался в использовании. Здесь возникает вопрос, а как вообще узнают, что вещество опасное, кто это регулирует? Мы безоговорочно верим известным брендам, уж они-то нам плохого не подсунут. По логике, организации по защите окружающей среды должны вести учет, контроль, вводить ограничения. Если химическая компания планирует использовать новое вещество в производстве, для начала нужно его зарегистрировать, проверить его свойства, установить уровень опасности для человека, для природы. Разве не так должно быть? На самом деле все не совсем так. В США по закону о контроле токсичных веществ 1976 года химические компании должны сами сообщать в агентство по защите окружающей среды о вреде того или иного химиката, если таковое будет выявлено. То есть фактически все держится на честном слове. Агентство по защите окружающей среды будет шевелиться только если будет доказан вред химиката. И только представьте, за 40 лет было ограничено всего 5 химикатов из 60 тысяч существующих. ПФОК Поскольку никто не доказал и не пытался доказать, что ПФОК опасен, он считался невреднее воды. И невозможно было подать иск, даже если вы сами обнаружите высокое содержание ПФОК в своей воде. Ну на каком основании? Несмотря на то, что ПФОК не был признан опасным в США, компания М3, у которой закупалось вещество, все же имела рекомендации по утилизации вещества и предоставила их в Дюпон. По правилам запрещалось сливать отходы в канализацию. Дюпон пренебрег предписаниями М3 и собственными инструкциями по утилизации. Более 50 лет Дюпон сбрасывал токсичные отходы через точные трубы в городке Паркерсберг, штат Западная Вирджиния. Именно там находилась фабрика по производству тефлона Washington Works. ПФОК заражал местные пруды, водоемы. В общей сложности было обнаружено 7 тысяч тонн этого вещества в воде. Через воду ПФОК заражал и почву. Самое страшное, что из прудов забирали питьевую воду для жителей городов в Западной Вирджинии. Ежедневно 100 тысяч человек пили яд и даже не знали об этом. Среди них, конечно, были дети и беременные женщины. За время введения производства в Дюпон уже догадывались о вреде ПФОК. В 1961 году в компании ставили опыты на крысах. Исследования показали, что ПФОК увеличивает размеры печени у животных и может вызвать рак. А в 1981 году у Дюпон узнали, что ПФОК влияет на генетические отклонения у детей, если женщина работала с тефлоном во время беременности. Посмотрите на этого человека. Это уже известный в Америке Баки Бейли. У него есть жена и ребенок. Но родился он без одной ноздри и с серьезными деформациями лица. Перенес множество операций. Его мама как раз работала на производстве тефлона во время беременности. И вот результат. К 1990 году, когда у нас распадался СССР, в Америке буквально распадались рабочие стефлоновые производства Washington Works. У них развивался рак. В крови этих людей была обнаружена высокая концентрация токсина. Поэтому сказать, что Дюпон ни о чем не догадывались, как-то не получается. Кстати, в то время все больше людей в США умирали от рака. В 1991 году был зарегистрирован 251 случай на 100 тысяч человек. Это рекордный уровень. Тогда писали о других причинах. Вегоноват алкоголь, курение, неправильное питание. Но я могу предположить, что ФОК тоже внес свою лепту в статистику. То есть тут, по идее, нужно было провести детальное исследование вещества, установить его токсичность и прекратить использование в производстве. Но тут у компании типа Дюпон возникает проблема. Прибыль на кону оказывается миллиарды долларов. Поэтому Дюпон не особо педалировали этот процесс. Все, что они сделали, это в 1982 и потом в 1992 направили письма в агентство по защите окружающей среды. Сообщили о своих сомнениях, что ФОК, возможно, негативно влияет на здоровье человека. Тем временем в компании понимали, что нужно было что-то делать с токсичными отходами. Сливать в канализацию и дальше это не выход. В итоге Дюпон выкупил большой участок земли и устроил там чудовищную свалку. По соседству от этой свалки находилась ферма некого Уилбера Теннета. Все его животные, конечно, погибли. А это 200 голов крупнорогатого скота. Эта драма положила начало 15-летней ожесточенной борьбы с преступной деятельностью компании Дюпон. В Паркисбурге все юристы, местные власти, журналисты отказались идти против Дюпон. И ему ничего не оставалось, как бороться в одиночку. Теннет снял очень много материала. Он делал вскрытие своих гниющих заживо коров, изучал их внутренние органы. Это ужасающее зрелище. Он находил опухоли, увеличенную печень, чернеющие зубы. Ужас. Просто. В 1999 году Теннет обратился к адвокату Робу Билоту. Билот работал в юридической фирме ТАФТ и защищал интересы химических компаний. А тут Теннет пришел с просьбой открыть дело против химического гиганта Дюпон. Ну, как бы парадокс. Ознакомившись с материалами дела, Билот осознал, что происходит что-то страшное. И с того момента он вступил в схватку с корпорацией, угробив при этом пол жизни и свое здоровье. В итоге, после многих лет работы и копания в многочисленных отчетах и исследованиях, ему удалось добиться, чтобы 70 тысяч человек сдали свою кровь на анализ. Это бы и стало доказательством вредоносного влияния ПФОК на организм человека. Билот уже играл в большую игру. Он замахнулся не только на Дюпон, а на все химические корпорации, которые использовали фтеропласт, то есть тефлон. А это угроза производству пластика, кабелей, крепежа, кухонной утвари и так далее. Угроза для химических корпораций потеряет бизнес и получить судебные иски за сокрытие токсичного вещества. К несчастью, из-за огромного количества материалов на обработку собранных данных ушло 7 лет. За это время люди, которые ждали результат, начали болеть раком и умирать. Но это был единственный шанс подать коллективный иск против Дюпон. Единственная надежда привлечь корпорацию к ответственности. Билот испытывал невероятный стресс и давление со стороны ТАФТ, фирмы, где он работал. Он уже не мог вести корпоративных клиентов и не приносил прибыль компании. А с каждым годом, пока длилось расследование, ТАФТ несла большие финансовые потери. Дело против Дюпон обходилось очень дорого. Билоту урезали зарплату, а у него была своя семья, жена и двое детей. У него начались проблемы со здоровьем, нервные тики, правая часть его тела порой не поддавалась управлению. Ухудшилось зрение, координация. Он без преувеличения совершил героический поступок. Вот действительно человек, которому бы следовало выдать всевозможные премии и дать выступить в ООН. Ведь он четочку больше сделал для человечества, чем какая-нибудь Грета Тунберг. Сорян, Греточка. Так, ну вы не думайте, что они решили все бросить. В итоге, после обработки всех материалов, наконец-то было доказано, что ПФОК вызывает рак внутренних органов, проблемы эндокринной системы, болезни поджелудочной железы, повышает холестерин, разрушает иммунную систему. И бог знает, что еще. Вещество накапливается в организме и не выводится. Только в 2011 году начали публиковать результаты 7-летнего исследования и данные о вреде ПФОК. А до этого 70 тысяч, ну это как минимум, из разных регионов Западной Виржинии полжизни пили зараженную воду и даже не знали об этом. К 2003 году у взрослых граждан Америки содержание ПФОК в крови равнялось 4 или 5 частиц на миллиард, а допустимое на минуточку 0,4 на миллиард. И оно было официально закреплено в Агентстве по защите окружающей среды в 2016 году. Понадобилось много лет, чтобы урегулировать использование одного химиката. В то же время существует 60 тысяч различных химикатов, которые никто толком не проверял. Есть ли гарантии, что вещи, которыми мы пользуемся каждый день, безопасны? Сегодня в результате массового производства и широкого распространения тефлона ПФОК содержится в организме большинства населения Земли. И я хочу подчеркнуть, что это не потому, что мы на этой посуде готовим, а в первую очередь из-за производства и неправильной утилизации отходов. Это проблема поистине мирового масштаба. Мир знает множество техногенных катастроф. Одна из самых страшных это авария на Чернобыльской АЭС. Даже сериальчик сняли по этому поводу. Однако если то была трагедия регионального масштаба, то история с Дюпон это катастрофа глобальная. И в СССР, по крайней мере, оперативно бросили колоссальные ресурсы на ликвидацию последствий аварии. А что Дюпон? Как мы видим, они долго скрывали правду, недоговаривали, юлили. И когда многолетними усилиями корпорацию вывели все-таки на чистую воду, ой, на грязную воду, она заплатила штраф за сокрытие информации о токсичных свойствах ПФОК. Штраф был равен 2% от годовой прибыли. Всего 2%, ребят. Только общественный коллективный иск заставил Дюпон понести хоть какую-то ответственность и оплатить лечение пострадавшим людям, ну и в перспективе отказаться от использования ПФОК. Лишь в 2013 году Дюпон прекратил все-таки выпускать продукцию с содержанием ПФОК. Компания заменила его другим второсодержащим веществом, безопасность которого также не доказана. В 2015 году группа ученых сделала заявление о том, что необходимо исключить использование второсодержащих веществ в промышленности. И только в 2019 году на конференции в Женеве страны ООН приняли решение о глобальном запрете использования ПФОК и других второсодержащих веществ. Однако многие страны до сих пор не отказались от этого яда. Сегодня далеко не все компании такие безответственные, как Дюпон. По всему миру растет запрос на экологически безопасную продукцию. Многие компании активно внедряют программы социальной ответственности и экологической безопасности. Однако в данном вопросе мы не можем допустить наличие даже одной такой компании, как Дюпон, ибо это приводит к серьезным глобальным проблемам. Из-за одной такой безответственной компании может пострадать все население Земли. Казалось бы, на Западе демократические институты должны, по идее, сдерживать неограниченное стремление к прибыли и склонять корпорации к социальной ответственности. Что же пошло не так? Дело в том, что примерно с 1980-х годов мир начал переход к неолиберализму. А это означает, кроме всего прочего, ослабление влияния государства на экономику, а значит и на бизнес. То есть получается, что народ в западных демократиях выбирает политиков, которые практически не могут влиять на корпорации. А корпорации, наоборот, имеют прямое влияние на избранных народом политиков, всячески лоббируя свои интересы. На их стороне деньги и сила, власть и коррупция. Я это знаю, ибо сам был одним из них. Вот так мы и получаем, что парламенты проводят законы, которые дают послабление для бизнеса. Например, снижение экологических норм, снижение налогов. Что же делать? Ну, в первую очередь, избавиться от всей тефлоновой посуды и больше не покупать, чтобы бойкотировать спрос. Да, удобно, скажете вы, легко моется, но все же здоровье дороже. И можно заменить другими сковородками и посудой. Например, мраморной, гранитной, стальные, бывают чугунными. Не зря бабушки наши пользовались. Второй момент – это распространить информацию о вреде тефлона. Этот ролик вам в помощь. Покажите его своим друзьям, знакомым, выложите в соцсетях, посмотрите фильм «Темные воды». Но, конечно, этого недостаточно, чтобы в корне поменять ситуацию. Сегодня часто можно столкнуться с пропагандой ценностей индивидуализма. Мол, каждый сам за себя, моя хата с краю. Ведь с людьми поодиночке легче управлять, запугать, подкупить. А вот когда люди начинают действовать сообща, когда, например, иск подает 70 тысяч человек, эффективные собственники начинают взорачиваться, как ужи на сковородке. Поэтому действуйте совместно, коллективно. Видите, что ваше предприятие нарушает политики и процедуры по безопасности? Не бойтесь заявить об этом, но всем вместе, всех не уволят. Это ваша ответственность за завод или фабрику, где вы работаете, за город, в котором вы живете. Принимайте активное участие в жизни коллектива и организации. Двором, коллективом, группой поддерживайте политиков и инициативы, которые ставят в приоритет людей, а не прибыль корпораций. Только в наших силах изменить ситуацию и изменить ее к лучшему.